Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Вечерний разговор». Меня зовут Александр Стукалов. А в гостях у нас народный артист Советского Союза Михаил Мутян. Михаил Иванович, добрый вечер. Добро пожаловать на передачу. Добрый вечер. Я рад вас видеть и рад, что меня пригласили. Спасибо большое. Как всегда, мы будем говорить о вас, о Кишиневе и о той профессии, которую вы выбрали, в которой вы достигли таких успехов, об опере. Вот даже у меня книжка есть, у Лиана Данила «Опера в Кишиневе». В общем, нашел интересную фотографию. Вы в опере «Чи-Чио-Сан» вместе с Марией Биеши. Вот тут есть такая фотография. Было, было такое. Было, да? 45 лет мы пели вместе. И последний концерт в ее жизни был, я был с ней в Ленинграде, уже был в Санкт-Петербург. Я пел первое отделение, она должна была петь второе отделение. Она вышла, спела два романса, и потом меня позвала и говорит, «Миша, иди пой, я больше не могу». Это было последнее ее выступление на сцене. Какой она романс пела, не помните? Нет, она пела что-то из программы. Это было давно. Потом она аж 5 лет болела. Скажите, пожалуйста, как чувствуешься однородным артистом в СССР? Согласитесь, что это самое высокое звание у артистов было? Вы знаете, друг мой, я хочу вам сказать, я уже говорил один раз, меня спросили, как вы можете нести вот это все. Я вам скажу, я работал. Это все шло как бы сзади. И народный артист, и лауреат государственных премий, и так далее. Это были для меня как-то, вы знаете, приятно, естественно, когда тебя отмечают, когда оценивают. Вы знаете, в то время народный артист СССР, это была самая высокая ступень. И у нас в театре женщины были. Мария Бьешу, Тамара Алешина, Людмила Ерофеева. Это были три народные СССР. А среди мужчин я один был. Так что мне нужно было соответствовать. И я вам скажу, первый мой спектакль, кстати, в этом звании у меня был в Ленинграде. Но это был Ленинград еще в Санкт-Петербурге. Это в Мариинском театре? Нет, это было в Александрийском театре. Мы давали норму в наш театр. И когда я приехал, там был плакат, и написано «Поздравляем народного артиста СССР». И вы знаете, когда я вышел на сцену, у меня дрожали колены, как в самом начале. А я вам скажу, почему. Вы подумаете, ну, ты уже такой вот, да? А ты должен соответствовать. Ты должен соответствовать этому званию. Потому что тогда как-то на это смотрели очень высоко. И ответственность была, да и сейчас есть. Очень большая ответственность. А медные трубы вас? Нет, вы знаете, я благодарен и своим родителям, и моей семье, которая меня оберегала. И я сам не люблю быть выше кого-то. Я, вы знаете, я когда-то подумал над одним вопросом. Ведь говорят, хороший артист. Вы знаете, я актер. А артистом, на мой, это мое мнение, артистом должен быть и врач хороший артист, и учитель должен быть хорошим артистом, и сам президент должен быть. Это искусство быть. От греческого слова артист. Это искусство. Искусство быть. Вот этого. А мы актеры, мы работали, и когда меня называли талантливым артистом, это, конечно, приятно. Но я никогда не люблю о себе говорить. Вы знаете, я всегда, у меня есть принцип, я доказывал всегда своей работой, кто я. Потому что я в жизни очень много, да, и вы тоже знаете, было очень много артистов, которые делали себе карьеру лохтями. Потому что, как сказал кто-то, что посредственно всегда агрессивно. И меня вот это выражение, оно меня очень пугает в последнее время. Потому что очень много посредственностей, которые становятся агрессивны, и учат меня, как нужно жить, как нужно понимать вещи, которые непонятны и так далее. Да, но вам все равно придется немножко по себе порассказывать. Объясню, почему. Потому что, в принципе, история нашего города, вот история, опять же, нашего Молдавского Кишиневского театра, она связана с вами. И вы же можете рассказать те вещи, которые никто другой не расскажет. Понимаете, какая ситуация. Вот я сейчас смотрел, у меня Ауреан Данила, академик, подарил эту книгу. Это же интересно. Понимаете, вот тут есть фотографии, как вот развивался, опера в Кишиневе развивалась в межвоенный период, еще до того, когда начинаешь читать историю, так, кажется, там приезжали люди и пели. И тут еще в 19 веке приезжали оперные певцы и пели в благородном собрании. Это же интересно. Это была частная опера. Частная. Ну да. Частная опера, которой давали спектакли еще до рождения оперного театра государственного в Кишиневе, считается с 60-го года. С 60-го? Да. Это был Грозован в Москве. Да. Это первая молдавская опера. Она не первая молдавская, потому что мы потом поставили еще Петру Рариш. Это внебрачный сын Штефана Чалмари. Интересно. Но это композитор Каудела. Это тоже... Здесь очень сложно. Он молдавский композитор только с той стороны. Молдавский композитор. Из Молдавии. Из Молдовы, да. Да, в общем. А если... Вы знаете, я о себе не очень люблю рассказывать. А потом, когда я вспоминаю... Ну, можете представить, 61 год тому назад я приехал в Кишинев. Мне было 17 лет. Я закончил школу. И приехал стать... Студентом. Захватить Кишинев. Знаете, вот... Ну, естественно, я должен был поступать в университет, потому что мне с малых лет говорили, что я должен получить специальность нормальную, а не быть артистом. Потому что я пел везде. Я пел и в школе, и в художественной деятельности, и в клубе. И вот... И когда я приехал, просто мне сказали в шутку. Говорят, да ты попробуй, ты хорошо поешь. Меня все знали, там, знакомые, что я... И я пошел в консерваторию и попробовал. И вот с пробой вот и поступил. И вот так вот... 61 год я занимаюсь искусством. Конечно, это был другой Кишинев. Это был очень какой-то теплый город тогда был. Он был спокойнее. Во-первых, вы знаете, почему он сейчас стал чужим? Потому что очень много транспорта, очень много машин. В то время, если проедет какая-то машина, так, знаете, одна в течение часа. А в основном это был чистый воздух и так далее. И дребезжащий трамвай, как вы рассказывали. И был трамвай, естественно, который ехал от армянского кладбища до набережной. И там очень... И мы ездили, естественно, на трамвае учиться в консерватории. И было очень интересно. И вы знаете, к чему я учусь сейчас моих студентов? Что вкалывать надо. Очень много, очень много работать. Если кажется, знаете, люди, когда... А, ну, да что тебе петь? Я как-то приехал к себе в деревню. Я же из севера. Самая последняя деревня – это Криво. То есть первая оттуда, последняя отсюда. Бричанского района. И был какой-то праздник, не знаю, свадьба. И меня пригласили. И все говорят, ну, давайте выпьем, давайте. Я говорю, ребята, я не могу, потому что у меня через день спектакль. Они говорят, а что ты делаешь в спектакле? Я говорю, как что, пою? Они все были в недоумении. Говорят, как мы поем, когда выпьем, а ты не пьешь, потому что тебе надо петь. И, естественно, в начале был такой азарт интересный. И было совершенно по-другому. Другие условия были. Не было ксерокса, не было... Понимаете, я должен был ночами сидеть и переписывать ноты. Потому что денег, чтобы покупать новые, не хватало. Я брал из библиотеки и переписывал. Сейчас просто в интернете можешь послушать любые арии, любые произведения, чтобы выучить. И поэтому я заметил, вы знаете, я заметил, что чем легче войти в профессию, тем ленивее студенты. Ну, я недавно сейчас есть такой Сергей Савельев, доктор наук, зав. лаборатории мозга где-то в Москве. Да, да, я слышал. Так вот, он говорит, что эти участки мозга сейчас у нас, у людей, которые отвечают за развитие, уменьшаются. Потому что последние 50 лет человек живет сытый. И, значит, когда человек сытый, ввиду, что вы приватный, мы ложимся спать. То ли, то ли, там получается либо секс, либо все, и доминантность, и все. И человек не развивается. Участки мозга начинают уменьшаться. Может быть, он прав? Не хочется так думать. Вы знаете, я заметил, я хочу сказать, что он прав в чем? Потому что вот в последние годы, когда, особенно в период выборов, я никогда не, я в последние годы не слышу выступления любого кандидата, любого, так сказать, который, товарища, который хочет быть депутатом или во власти. Я не слышал слова культура, я не слышал слова искусства, я не слышал, чтобы говорили о театре. Потом, вы знаете, когда я приехал в Тишинево, оперного театра-то не было. Ну да. Театр был сейчас, где театр именецкий, там был русский театр драматический. Нет, там был Молдавский театр имени Пушкина, тогда назывался, и оперный театр. То есть мы работали так, две недели была драма и две недели опера. И, естественно, ходили на эти спектакли. И когда, а здесь вот, где сейчас оперный театр, там был пустырь, там просто продавали. Забегаловка была, да. Да, да, там была забегаловка, там продавали этот коньяк такой. Фокушор. Фокушор, да. И всегда была очередь, всегда там дожарили шашлыки на улице, там это самое. Даже можно себе представить, как это было. Ну и потом, благодаря все-таки интересному человеку, вы знаете, может быть, кому-то не понравится, но я всегда помню Ивана Ивановича Бодиу, который был первым секретарем. Благодаря ему мы имеем оперный театр, благодаря ему мы имеем дворец Октомбрии, который имени Сулака, имеем органный зал, имеем другой дворец республики и так далее. Построилось очень много. И, естественно, для нас была большая радость, когда мы не стояли уже в очереди. Знаете, там в очереди, знаете... В грим-йорке, да? А в грим-йорке тоже? Нет, ну, в грим-йорке, когда мы работали, драмы не было. Но все равно две недели, а потом две недели нету спектакля. И мы ездили по концертам, по деревням. А уже с 80-го года мы въехали в новое здание в 1980 году. Причем открытие было оперой Сергей Лозо. Эту оперу написал Давид Ершвельд. Который Грозован написал тоже. Который написал Грозован. И Аурелия. У него было много. Он очень талантливый человек был. И Сергей Лозо, он как бы... Он мне сказал, что я пишу для тебя. Вот это твоя главная роль. И в самом деле была очень сложная роль. И мы много пели. И открыли уже сезон новый в оперном театре. Опера и Сергей Лозо. И так далее уже там. А у нас такой вопрос. Вы Дубиновского слышали? Я его слушал. Да, слушал. Мне просто... Это интересно. Такой талантливый человек. Он был и скульптор. Я читал, что он и учился оперному искусству. Вы там в Бухаресте, там у серьезных преподавателей. Он пел... Я его слушал. Он один раз пел в Анедине, в старой постановке. Он пел... Ну, там... Маленькую роль такую. Но ничего так. Он очень интересный человек был. Потом, вы знаете секрет Бюста и Менеску? Да, знаю. Конечно. Там есть... С обратной стороны. С обратной стороны, это его копия. А я вот тут смотрел в книге. Тут есть вы в опере Евгения Нигин. Ленского пели? Да. А что у нас была до этого другая постановка? Ну, конечно. У нас уже... Мы уже адаптировались к новой сцене. А, это только чисто из-за сцены? Ну, да. Здесь совершенно по-другому было. У нас был... Я еще пел Евгений Нигин. Там маленькая сцена. Маленькая сцена. И честно я вам скажу, я тогда предложил даже. Я им сказал, друзья, давайте мы останемся в этом театре. А туда пусть идет драма. Потому что для Тишинева, для оперы, этот театр был достаточный. Знаете, там 650 мест, по-моему. Но мне сказали, ну как? Мы строили специально... В начале было очень сложно. Когда мы вышли на сцену и пробовали акустику, там было никакой акустики. Акустики не было там? Ну, если вы придете в оперный театр, вы посмотрите, что стены из дерева. Деревя из... Ну да. И он был сырой. Сырое было это все. И мы, когда пробовали в начале, чувствовали себя не очень ловко. И со временем он высох. И акустика лучше. Ну, я вам хочу сказать, что такое акустика. Мы все говорим, нет акустики, нет акустики. Но я впервые в жизни увидел в Японии. У меня был сольный концерт в Нагое. И... Такой у них закон. Вы знаете, если хочешь репетировать в зале, где у тебя будет концерт, ты должен заплатить. Ага, то есть, и репетиция плата. Нет, это все стоит деньги, знаете. За полчаса до начала концерта дают сцену, чтобы ты пробовал. Как я вышел на сцену и начал петь. И слышу, как, вы знаете, вот так идет один звук на другой. Вот так вот. Я говорю, у меня был один друг в Японии, Окамото, который говорил по-итальянски, я по-итальянски говорю свободно. И я ему говорю, слушай, кому-то здесь петь нельзя. Он говорит, ты пой и скажешь, как тебе удобно. И подошел один японец, и за кулисами, а я следил все. Он нажал на кнопку, и задняя стена этого зала начала менять конфигурацию. А я в это время, а ты, говорит, ты пой. И я говорю, вот так хорошо. Вот так и остановили. Так, то есть, там все можно делать. То есть, под каждый тембр голоса регулировать все прочее. Да, как кому удобно. Вот. И уже вот слушать сколько, много лет уже в этом театре мы работаем. Конечно, если вы меня спросите о городе, во-первых, вот где мы сейчас находимся, здесь был аэродром на Рыжкановке. Отсюда я улетал к себе в Левканы. Вот вопрос, что такое сейчас. Вы когда были маленькие, в село оперный театр приезжал? Когда я жил до 10 класса, я был в деревне, туда в оперный театр никогда не приезжал. А драматический? Драматический часто. Летом приезжал очень часто, особенно когда тепло, потому что зимой это очень сложно. И они показывали, и водивили, и спектакли. А что касается классики, там были иногда так концерты, знаете, приезжают и поют концерты. И такой я отдал дань своей деревне. Мы как-то были на гастролях в Черновицах, и я приехал с оркестром, с дирижером во фраке. И я спел концерт в Доме культуры в своей деревне. Это, конечно, была вся деревня, был мой отец, он был очень горд, что это было очень здорово. Я отдал, то есть они уже знали, чем я занимаюсь. И как после этого они к вам относиться стали, односельчане? Вот именно уже после этого концерта. Вы знаете, вообще в деревне есть традиции, знаете, есть такое выражение, говорят, что этот из дингосподарь. То есть это такой хозяин, из хозяин. И уважали моего отца очень, потому что он работал все время как-то на виду. Он был долгие годы заведующим хозяйством, не председателем колхоза, а просто заведующим хозяйством. И его очень много и уважали, естественно. А меня, я помню, еще, знаете, с 9-10 лет, нет, с 10-11 лет я пел на всех праздниках. Меня ставили там на табуреточку. Да, я очень любил романсы, которые, ну, у меня отец хорошо пел, который пел мой отец. И я их всех знал. И это было немножко смешно, потому что, знаете, когда романсы, это всегда такая любовь, любовные истории прошлого. Да, я вообще их не гони лошадей, да, и мне некуда больше спешить. И когда это звучало, например, от пацана такого, это было немножко смешно, но... А вы романсы пели? Ну, естественно. «Лечи мазду спиделлинговой», «Апплекат он трендингар». И, естественно... Я очень люблю «Осяра ла Констанца». Осяра ла Констанца. Обожаю этот романс, да. Да, да, Осяра ла Констанца. А вы же тоже моряк. Ну, конечно. Четыре года. Меня забрали со второго курса. Четыре года был моряком, потом вернулся и закончил. Так что я долго и учился. Но я, вы знаете, всегда помню одно выражение, что все, что не делается в жизни, всегда делается к лучшему. И даже трудности всякие. Даже трудности. Я очень переживал. Ну, вы знаете, на четыре года, когда забираю тебя от занятий, со второго курса, для меня это было немножко жутковато. Но я занимался у преподавателя, которого я не понимал. Вы знаете, в этой профессии очень такой шаткой, я бы сказал, нужно найти своего педагога. Не важно, где ты учишься, а важно у кого. Я всегда им говорю, ты можешь поехать в Ласкало и все равно ничего не сможешь делать, если попадешь к какому-нибудь не очень хорошему преподавателю. А мой преподаватель был бывший певец, но он меня не так учил. Просто я еще был не оформливший, и он из меня делал баритона. Я никакой не баритон. И когда я уехал в армию, за эти годы он уехал из Кишинева, уехал в Минск. И потом приехал мой любимый Николай Николаевич Дедученко, солистом Одессы, Одесского оперы. Он очень знаменитый был, просто такое имя, которое... Но он начинал свою карьеру из Румынии, в Тимишуаро и так далее. Пел очень много. И он приехал, и это была моя находка. Он открыл тот голос, который во мне был. То есть вопрос, вы сейчас тоже преподаете. То есть это вы открываете голос в учениках? То есть преподаватель открывает голос? Вы знаете, я уже больше 40 лет этим занимаюсь. И вначале мне казалось, что это вредно моей профессии. Потому что петь и учить кого-то, это очень сложно. Но я когда учу, я учусь сам. И знаете, секрет в этой профессии? Диагноз голоса. Вот как врач, если тебя поставит правильный диагноз, он вылечит правильно. И в пении есть такой диагноз. То есть распознать, какой голос. Тенор, баритон, девушки сопрано, мецосопрано, альт и так далее. Если ты хорошо слышишь природа, потому что нужно развивать природу. Невозможно научить студента петь, как я. Или многие преподаватели и в мире, я же езжу много по конкурсам, в жюри и так далее. И есть преподаватели, к сожалению, которые учат студентов, как они поют. Вот я пел так, и вот ты должен тоже так петь. А вы не можете петь, как я. У меня другое устройство связок и все прочее. Нет, у вас другое ощущение, у вас другое понятие. Даже связки другие. Дело в связке одинаковое почти у всех. Но дело в том, что я должен вас научить петь, как вы поете, не как я. И поэтому есть такое выражение, которое мне очень нравится. Научить петь невозможно. Можно научиться. Вот они же у меня учатся, вот как я это делаю, как я им показываю, вот как эту арию петь, этот романс, так сказать. И я им показываю, они тогда учатся и хорошо поют. Ну, у меня, вы знаете, я уже почиваю на лаврах, так говорят. У меня уже, ну, весь театр, это мои почти... А кто у вас самый знаменитый ученик? Ну, не хочу никого обидеть. Есть кто-то... Есть любимые просто. Я очень люблю Юрия Гыск, народный артист уже в оперном театре. Это талантливейший парень. Ну, вот застрял в Кишиневе так. И здесь, ну, очень хорошие голосы. Методий Бужор у вас учился? Методий Бужор, мой ученик. Ну, он застрял в России. Там у него интересно. И он поехал на конкурс, Лена Броссовой. Тоже моя хорошая... Я могу сказать, что мы дружили, мы пели в спектакле с ней. И зашла... Он спел там первый тур. И, не знаю, зашла к нему девушка поздравить его, что он очень понравился. И это его жена. Уже многих... У них уже двое детей. Но это... Я им горжусь. Он очень талантливый парень. Очень. Ну, его очень любил Магомаев, потому что у него манера немножко такая... Вы с Магомаевым вместе пели? А как? С Магомаевым. Получалось петь? Нет. Я пел... Тоже азербайджанец Бюль-Бюль-Аглы. А, ну да. Министр культуры, который был. Послом даже был, да. Магомаев гремел тогда, когда я служил в армии. Вот я помню до сих пор этот концерт. Вы же пели, да? Вы же пели, да? И я тогда просто был просто ошарашен. Его талантом, его умением держать публику. И голос, конечно, шикарный у него. Но так вместе... Мы же разные с ним. Потом он ушел из оперы. Он очень быстро ушел. Он стал петь песни. Я, конечно, потом уже сейчас дружу с Александрой Пахмутовым, с Добронравовым. Это большие мои друзья. Они очень меня любят. И мы, когда едем в Москву, всегда встречаемся. Она, большинство песен, она писала для Магомаева тогда. Вот, конечно, мой друг. Они, к сожалению, все ушли. Был Иосиф Кобзон. Тоже народный артист СССР, который после того, как не стало СССР, он кричал, Миша, ты народный СССР. Потому что здесь уже нельзя было говорить СССР. Потому что это уже все прошлое. Он говорит, СССР нету, но звание есть. Звание есть, да. Но, в принципе, это... Идюзайм надо гордиться. Потому что все-таки... Естественно, я дружил со многими звездами. Только они не знали тогда, что звезды. Сейчас чуть пел две песни, и он уже звезда. Тогда, вы понимаете, это и Элена Брасова, и Евгений Нестеренко, и Мазурок Юра. Это очень... Это народный артист, это потрясающий Саткилава. Ну, великие, великие мастера, которые остались в истории, так сказать, в истории искусства. Мирового, не только Советского Союза. Скажите, а вот о том, что вы четыре года служили, вы же в это время все пели. Ну, в основном, да. Первый год я учился на радиомастер, я не помню, что это такое. А где? Это в морской школе в Киеве. Все в Киеве, да? И потом организовал хор 120 моряков. Вы сами организовали? Да, да, да. И три баяниста. Была очень интересная период, потому что... Почему меня забрали в армию? Потому что были годы войны. Я же родился во время войны. И тогда некому было служить. И в моей компании, в моей части были, например, ученики Щукинской школы, да. Будущие актеры. И они так читали там. И музыканты, которые учились в училищах разные, вот, баянисты и так далее. И мы делали потрясающие концерты. А перед тем вы выступали? О, выступали перед... Во-первых, всегда было соревнования военные ансамбли, эти соревнования. Мы даже в Москву ездили как-то там, нас отметили и так далее. Выступали везде и перед жителями. Меня просто сейчас болит душа за Украину, потому что, если я вам скажу, что в 65-м году я шел на параде по Крещатику, в морской форме. И участвовал в параде. И очень светлая, очень теплая, очень такая, знаете, и потом страна. И если я вам скажу, что я пою очень много украинских народных песен, это потрясающий, потрясающий кладезь искусства, культуры. И очень добрый, вот, если взять даже по песням украинским, да, это добрый очень. Народ всегда, мы узнаем через искусство, через музыку. Если я вам скажу, что вы никогда не подумали над тем, что молдавские народные песни, они очень интимные. Вот, понимаете, их можно петь только в микрофон и очень тихо. Вот, айзы спую лен сад, кэпэй ми не май ласад, мэй мэй. А русские, украинские песни, да, это... И вот широкие песни, или же, ну, это я не знаю. Я люблю тебя, Россия. И были песни такие, которые идут на... А у нас другая-другая манера. А через песни мы узнаем душу, душу народа. И, знаете, когда я, например, у этой песни... Там, где я, тронь круто въедся, Спит каминь обе вода, Там девчина воду брала, Чёрно-брыва молода. Вот это тёплое и так далее. Все песни украинские очень вот такие вот. Здорово. А вам, то есть, вам служба... А много вам служба дала в профессиональном росте? То есть, вы же там же пели. То есть, вы учились же тоже одновременно. И да, и нет. Вы знаете, и да, и нет. Потому что я занимался не тем, чем нужно. Ну, я пел, естественно. Но я больше руководил этим ансамблем. Я был дирижёром и так далее. Но что мне дало? Во-первых, я вырос как мужчина, скажем. Потому что, когда я приехал после школы, Мне было 17 лет в консерватории, Я ещё был даже по голосу. Голос должен созревать по-любому. И он там созрел, да? В какой-то мере, да. Но я потом приехал, Когда приехал в Чечню, Уже стал петь по-другому. Потому что мой преподаватель сказал, Ну, какой ты не баритон. У тебя нижние ноты не звучат. А наверху идёшь легко. Давай, говорит. И так мы... Давайте мы сейчас перейдёмся на рекламу, А потом продолжим. Реклама, дорогие друзья. Ну что ж, реклама закончилась. А давайте уже опять... То есть, вот вы приехали со службы в Кишинёв опять. И вы сразу восстановили уже опять в консерватории. Да, конечно, конечно. И опять в то же общежитие на армянской. Абсолютно. Я когда приехал... А трамвай уже не было? Нет. Трамвай ушёл раньше до, по-моему, до моего ухода в армию. А я был в отпуске, потому что благодаря этим концертам мне давали отпуск. Я был в отпуске один раз месяца два. Я уже забыл, что я служу в армии. Вот. И я был в консерватории. Была очень любимая нами всеми Лидия Александровна Аксёнова. Она была проректором. И я сошёл к ней. И тогда даже я сказал ей, что Лидия Александровна, я возвращаюсь осенью, и я бы хотел заниматься... Я уже слышал о моём профессоре, что он приезжал из Одессы, преподавал. Я бы хотел... Она говорит, нет проблем, напиши заявление. Когда я приехал, уже всё было нормально. И общежитие было. Естественно. Но после этого уже было немножко другое отношение. Отношение, знаете, уже служака, уже служил. Ну да, вы уже постарше. Я уже и комендантом был в общежитии, так сказать. Но работал как дьявол всегда. Вы знаете, даже когда в 1977 году я поехал в Ласкало... А, да, вы же сколько лет? Два года учились там? Нет, нет. Один год. Тогда я понял, что благодаря этой великой школе я там вкалывал, как тоже работал. Потому что... Я только знаю, что в Ласкало было очень трудно попасть. Ну, трудно попасть, как попасть. Это всегда в Советском Союзе, то есть в Москве, проходили конкурсы. Каждый год отбирали на Скалу. Я был раза три не проходил. Три года не проходил. Видимо, я так предполагаю, что кому-то не очень хотелось, чтобы я туда попал. Это давали какие-то дивиденды, вы знаете, уже... Ну да, Ласкало. Ласкало, потом ты возвращался, и какой-то... И потом школа другая, тебе научили... Ну... И... С четвертого раза, по-моему... А я настырный был. Я поставил себе цель. Или третий раз. Я поехал в Москву, и тот, которому я не очень хотел, чтобы я туда попал, был в отпуске. И... Повезло. Я прошел. Ну, естественно, там не трудно, там сложность в чем. Ну, представьте себе, больше 60 кандидатов отбирают четверых. Ну, это же сумасшествие. Знаете, 68 молодых певцов слушали, а из этих отбирают четверых. Потому что была такая договоренность, 4 певца едут в Италию, в Ласкало, и 4 балета, балеруны, приезжают в Москву. Потому что Москва была лучшая школа балетная в то время. Михаил Ильич, а кроме Ласкало, куда-то вот еще ездили советские эти артисты учиться? Вот куда еще было прийти? До Ласкало, естественно, это мировой бренд. А какие еще? Куда могли еще поехать учиться? Вы знаете, когда меня спрашивают, когда было лучше, вы знаете, я говорю о том, что каждый человек проживает свою жизнь. Тогда, когда он живет, это дано Богом. Ты не можешь жить ни раньше, ни позже. А вот в это время. И когда я им рассказываю, что я пел при Брежневе, тоже мало кто понимает. Ну, эти вот разговоры вот были. Потом я пережил даже, когда у нас началась, так сказать, независимость 30 лет тому назад. И тогда был народный фронт очень такой воинственный. И было 150-летие со дня рождения Чайковского. И я в органном зале устроил концерт в его памяти. То есть я пел весь вечер произведения из Чайковского. И меня встретили у входа группа молодых. И спрашивают, а что ты поешь русскую музыку? То есть эти шарахания, я их всех пережил. Я просто на них посмотрел, говорю, ребята, я счастлив, что я знаю Чайковского. А вы несчастны, что вы его не знаете. И сейчас, вы знаете, даже сейчас это все аукивается. Я, например, занимаюсь со студентами. И я их учу петь по-русски. Это мучительно страшно. Потому что русский язык они не проходили. А почему? Вы скажете, вот если кто-то послушает, скажет, А слушай, а зачем нужно по-русски, да? Русская музыка востребована в мире. Русская музыка. Чайковский, Римский, Корска, Урахманинов, Глинка, Мусоргский. Это музыка, которая всегда сумасшедшим востребована. И невозможно, вы знаете, невозможно жить в мире и не знать Шекспира, да? Или не знать Льва Толстого, или не знать Марина Преда. Мне очень нравится, когда многие из наших, так сказать, которые хотят быть политиками, как говорил наш великий Эминеску. И вот буквально вот на дне рождения Эминеску спросили там на аллее классиков одного из наших этих политиков. А вы можете рассказать стишок? Он говорит, я на улице стихи не рассказываю. Потому что он не знает. Мы просто очень обеднены тем, что замыкаемся в каких-то своих это самое. Это очень-очень вредно. Мировая культура, мы никуда не денемся без мировой культуры. И если я вам скажу, что я ласкала, кроме того, что я занимался у великих певцов, великий пианист, который играл всем звездам, у пианиста, с которым я работал, занимался повороте. Ну, уже имя, которое всем знакомо. Вы знаете, но кроме этого, Италия – это школа искусства потрясающая. Понимаете? Потому что, когда я еду в Рим и увижу пьету Микеланджело, или, идя по Милану, захожу в церковь, а там Тайная вечеря Леонардо да Винчи. Вы знаете, что у нас в Кишиневе, между прочим, эти львы, которые лежат, около, ну, вот тоже около памятника именецкоти Два Льва, это копии львов, которые лежат, работы Коновы, Антонио Коновы, которые лежат, это самое, у гробницы Папа Римского Климента 13-го, между прочим. Это оттуда как раз. Может быть. Ну, я подогрю, что вот, да. Копии всегда хуже, чем оригинал. Ну, в общем, эти копии тоже, говорят, хорошие работы. И на этом, вот, на этом, ну, вы знаете, если не бываешь в музее Ватикана, то есть шедевры искусства, предположим, ты очень бедный. И вот это, вот это и есть школа жизни, которая тебя обогащает. Так что я учу сейчас молодежь, чтобы, чтобы они хотели, чтобы они хотели что-то делать, чтобы они хотели стать людьми искусства. Когда я им говорю, что артист должен быть умнее публики. Они как, говорю, ну, понимаешь, в чем дело? Если ты выходишь на публику, и ты неинтересен, тебя же слушать не будут. Скажут, да, вы знаете, голос ничего, но чего-то не хватает. Вот не хватает, вот, вот, знаете, когда... Внутренней культуры? Ну, конечно, и когда я им говорю, что для того, чтобы петь, например, Арию Ленского и Евгения Недина, ну, естественно, нужно прочесть роман Евгения Недина Пушкина. Ну, это, ну, ну, как без этого? Чтоб ты знал, что происходит, почему, в какое время, какой, почему... Любой романс, если мы поем Пеленгоплопий, Форесоц, Именевску, я был там, где эти тополя, это переводится вдоль одиноких тополей, я был в ясах у этих плопий, где он ходил, там бюст стоит, где он ждал Микли, и мне понятно, какое мое отношение к этому тексту, к этой музыке, к этой... Это потрясающе. Это интересно тогда. Тогда публика тебя слушает с удовольствием. А, к сожалению, в последнее время, особенно, когда у нас поют в оригинале, мы же в свое время пели на русском... Да-да, вот это мне интересно. На русском языке, все спектакли мы пели на русском языке. И уже в девяностом, в девяносто первом году, когда пришла свобода, я не знаю, от кого и от чего эта свобода пришла, потому что при нынешней свободе, мне кажется, что теснее, чем в несвободе, которой думают некоторые. Вот. И мы тогда пели на русском языке все оперы, и итальянские, и французские, и... Ну, естественно, молдавские оперы пели на молдавском языке. И даже композиторы наши много писали романсы на русском языке, потому что это было как-то... А потом уже, в девяносто первом, когда мы должны были перейти, начались такие горячие головы, что давайте будем петь по-молдавски. Я просто отстоял то, что говорят, «Нет, друзья мои, мы должны петь в оригинале». Если это на итальянском языке опера, на итальянском языке, если на французском, на французском, если на немецком, на немецком, на русском, на русском, потому что мы здесь находимся в таком... в моем воображении, что здесь переходный такой, знаете, через нас едут в Европу. Ну да. И публика есть разная, и поэтому не надо никого обижать. Потом многие забывают, что у нас где-то около, по-моему, 30% русскоязычных. И нельзя уже, так сказать, перейти, отшарахаться. Но в мире поют в оригинале. И мы, когда начали петь в оригинале, вот я почему пришел в такую длинную историю, что поют в оригинале и не знают о чем. Я слышу, что не знают о чем. То есть вы слышите, если человек знает, о чем вы это понимаете? Да, конечно. А если он не знает... Он выучивает, как попугай, знаете, как вот учит где-то в течение месяца одно и то же, одно и то же, и оно у нас же здесь как компьютер, и все записывается. Я делал эксперименты. Для меня итальянский язык почти как мой родной язык, потому что я разговариваю... То есть вы знаете, вы говорите на родном языке, на молдавском, вы говорите на русском, вы говорите на итальянском. Это вы извлекаете на этих совершенствиях. Да, да. И когда я пою на итальянском языке, публика не знает, скажем о чем. Но я знаю, о чем я пою. И тогда они с таким интересом слушают, они как бы чувствуют вот это вот, что я им приношу. А когда вот идет какая-то автоматика такая, это просто неинтересно. Потом, вы знаете, я когда студентам говорю, что все, что мы сейчас с вами разучиваем, все любые оперы, это было уже много-много раз спето. Сотни раз были записаны. Сейчас войди в Facebook и послушаешь спектакль. Так, спектакль из Митрополитен, опера из Нью-Йорка. Это, кстати, и из Ласкала. Откуда? Но почему люди идут в театр? Потому что очень интересно послушать живое, вот сиюминутное. Это необъяснимое чудо. Вы знаете, и поэтому люди идут на концерты, идут в театр. Даже, вы знаете, знают, о чем будут петь, о чем это опера или так далее. Но идут, потому что интересно послушать живое исполнение. Но тут эмоции идут опять же. Конечно, конечно. Что телевизор не передает, увы. Мне очень нравится, вы знаете, мне очень нравится публика в Англии. Так как я пел во всем мире, так в Англии есть и очень нравится. Но англичане же всегда такие немножко чопорные, знаете. Не дай бог, чтобы кто-то там конфету во время спектакля там или... А вы на сцене это слышите? Редко, но чтоб шепнул кому-то что-то. Нет, они сидят, знаете, как школьники вот так, не двигаясь, и слушают. Если им очень нравится, вы можете представить, такой весь зал топает ногами вот так вот. От восторга, если им это очень нравится. А где вот... Вы в Японии были? Да. Были, значит, в Японии были. Вы были там в Англии. Где вам больше всего по-другому воспринимала публика? Ну, по-разному. Ну, вы знаете, в Испании совершенно другая публика. Она более расслована, более эмоциональна. Немцы, если немцев... Я много пел в Германии, в Бельгии, в Дании. И публика везде им нравится, если это хорошо. А в Грузии? В Грузии я мало пел. Я, вы знаете, пел концерт, два концерта на Филиппинах. Это 26 часов лететь самолетом. Вот. И другая публика. Они, знаете, что делают? Они пищат. Весь зал. Им очень нравится, если им очень нравится. Но я бы не... Вы знаете, японцы... Японцы совершенно другой народ. Вот японцы отличаются от всех. Я... Мне трудно даже вам... Даже поверить в том, что... Я пою концерт в Токио. Через 10 лет я пою концерт в Нагое, в другой город Японии. И на этот концерт приезжает семья из Токио. Посмотрите опять. Которые слушали меня 10 лет тому назад. После концерта заходят ко мне за кулисами. И они мне принесли кассету и маленький магнитофон, чтобы я слушал тот концерт, который был 10 лет тому назад. Вот такие вот. Потрясающие вещи. Вот вы сейчас сказали, что вы слушали. Я просто читал вспоминания Лидии Липковской. Мне понравилось. Когда она пела в Метрополитен-Опера, я напишу, говорит, иду на банкете после спектакля, слышу родную речь, подхожу, говорит, бессарабцы. Одна женщина говорит, я вас слушал два раза. Вот сегодня в Нью-Йорке, говорит, а до этого в Сыроках. Знаете, как-то интересно, да? Ну да. Метрополитен и Сырок. И Сырок, да. Это интересно. А в Сыроках вы пели? Конечно. Ну, в Молдавии, у нас в Молдове я пел, по-моему, не знаю, даже если я где-то не был. Ну, Европу я всю, всю, везде пел. И в Дании, и в Бельгии, и в Нермании. Я люблю Германию. Я там, вот, в городе Саарбрюкене два сезона, ну, как, два сезона я там пел. Один сезон Аиду, другой Турандот. Я не сидел там. Я просто приезжал. У меня был график, когда я должен приехать. И мне нравилось. Ну, естественно, в Румынии я пел больше трехсот спектаклей во всех театрах. В Румынии, да? Да, в Румынии. А какой город? Бухарест? Во всех. Нет, а где больше нравилось? Вы знаете, самое лучшее, нравится. Нравится, конечно, в Бухаресте. В Бухаресте я пел Турандот и вот эту знаменитую арию Винчиро, которую все любят, эту труднейшую арию. В спектакле мне пришлось петь на бис. Потому что спектакль остановился, орали где-то минут. Вот, кстати, Данил и был на этом спектакле. Он потом рассказывал, что аплодировали минут 10, а потом мне пришлось спеть еще раз. Во время спектакля еще раз на бис-арию. А какие были ощущения к нам во время спектакля, вам пришлось еще спеть? Были какие-то в душе ощущения интересные? Ну, всегда повтор не бывает одинаково. Вот, вы знаете, мы никогда не можем повториться одно и то же. По-разному бывает. Ощущение, конечно, ну, там трепещет душа. Почему? Потому что вот аплодисменты – это результат того, что мы делаем на сцене. Вы знаете, вот, когда ты поешь на сцене и тебя аплодируют, у тебя как-то, как бы, контакт состоится с публикой. Публика, значит, тебя слушала. Это интересно, да, когда вот, откуда идет вот это вот. Мы никогда не подумали, знаете, это детское такое, ладушки-ладушки. А это очень действует очень сильно на исполнение. Я помню, когда я в Италии пел Тоску Каварадоси Пучини, в опере Тоска Пучини. И там есть ария третьего акта, которая итальянцы сидят и слушают абсолютно до конца. Да, вот это мой час настал, и вот я умираю, вот это потрясающая ария. И мне казалось, что я никогда так не пел, как в этот вечер. Здорово, ну, мы же всегда оцениваем, как мы это делаем. И вы знаете, когда я закончил арию, ни одного хлопка. Но это уже к концу спектакля. И допели спектакли. На меня это, конечно, немножко так подействовало. Но когда закончился спектакль, я думал, что это здание вот это рушится. Я думаю, что если не половина зала, а если больше, приходили ко мне за автографом. И каждый объяснял, что забыли аплодировать. Настолько хорошо было. Что ошарашены были. Вы знаете, вот так тоже есть какая-то вот... А где-то это запись есть где-то она? В интернете где-то, там, в ютубе. Вот именно запись вот этого или нету? Я не знаю. Не все же записывалось. Вот это, что я повторяю в Бухаресте, вот это у меня есть. Где-то в домашнем. А вот это вот, эти спектакли не все записывались. А вы помните свой первый выход на сцену? Да, да. Это было 2 февраля 1972 года. Меня в 1971 зачислили в труппу. Я вначале пел такие небольшие партии. Из самых таких значимых это был Фауст. Старый Фауст в спектакле Фауста. Там ситуация такая, ну, кто читал, кто знает, что Фауст приходит черт и превращает его... Он хочет быть молодым, да? Это его ошибка. И вот столько, сколько я пою старого Фауста, вот я пел в театре уже сразу, потому что я его приготовил в консерватории. И тут же работал над Каврадоси из оперы Тоска. Был великолепный дирижер тогда, Исаак Альтерман, который, ну, просто гениально со мной поработал. Месяца три уже, когда мы делали октябрь, ноябрь, декабрь. Я уже все. Я уже думаю, ну, сколько можно? Но там была фишка. Вы знаете, когда я вышел на сцену, ноги у меня были как ватные. Ответственность, конечно, колоссальная. Там была афиша в главной роли, знаете, впервые дебюты и так далее. И ноги были как ватные, а голос шел. Все было сделано, автоматика какая-то включалась, да. Ну, когда меня вызвали на второй день в дирекции театра, я получал зарплату 90 рублей. И когда мне сказали, ну, с сегодняшнего дня вы будете получать 130. Я вышел оттуда, и мне казалось, что я уже миллионер. Знаете, это же были небольшие деньги, но это была просто как бы радость, что тебя оценили, оценивают. Михаил Ильич, а у меня вопрос такой. Вы пели, мне, например, старый театр, сейчас театр имени Неску. Мне кажется, для оперы он лучше. То есть, для меня вот этот антураж, эти вот ярусы, все такое, вот это выполнено. Да, и вы знаете, мы никогда не обращаем внимания на антураж, на ярус. Там просто акустика даже лучше. И он более камерный. Ведь у нас в театре очень редко, когда наполняется театр. Балкон у нас почти всегда пустой. Потому что Тишинев не оперный город, не классический. А Бухарест классический? Ну, там больше, конечно. А Яса? Конечно. И Яса тоже, и Тимишуара, и Клуж. Но в Клуже два оперных театра. Вы знаете, в Клуже есть румынский оперный театр и венгерский оперный театр. В Брашове очень хороший посещение. Но, конечно, легче всего петь в Ясах и в Тимишуаре. Это театры, которые построены тем же, по тому же проекту, как Черновицкий и Одесский оперный театр. То есть они похожи, да? То есть у них акустика великолепная. И очень небольшие театры, но очень легко там поется. И очень звучит хорошо. А когда звучит голос, это... А вот Вы сами это все ощущаете? Конечно, конечно. Хорошую акустику... Я Вам скажу, что после окончания консерватории я хотел себя попробовать. Стою я что-то или нет? И я написал письма в несколько оперных театрах. И пригласили меня... Я получил ответ, да, пожалуйста, приезжайте просто. Я поехал в Горький, ну, Нижний Новгород. Там директор был, главный дирижер. И директор очень талантливый человек. И я до сих пор помню звучание этого театра. Вы знаете, так просто, ну... Я слышал свой голос, я слышал, как звучат стены, знаете, вот так. И тут же меня захватили, и мы тебя берем, и жену устраиваем в консерваторию, дочку в детский сад, да и все, и телефоны, и квартиры. Ну, я приехал, и... Я жил в такой... С общей кухней, топили котел. И когда я сказал, что я хочу уехать, мне сказали, ты должен три года отрабатывать. Ну, и потом спросили, а те начали уже просить министерство, что мы просим отпустить. Я говорю, меня не отпускают. Что ты шумишь, что ты хочешь? Я говорю, у меня нет условий для жизни. Я кочегарю котел и иду петь спектакли, знаете, в угле. Ну, и буквально через месяца три я получил квартиру, и там, в общем, так получилось, что я остался в Кишиневе. То есть, нам повезло, что вы остались в Кишиневе. Повезло и мне, и, наверное, и кишиневской публике. Ну, и повезло, не в Замоногороду, будем говорить так. Да. Ну, тогда бы судьба по-другому сложилась, бы все было по-другому. Ну, вы знаете, есть вот такая черта у человека. Я всегда, всегда любил возвращаться домой. Потому что были случаи, когда мне предлагали в Америке, просто пришли ко мне одного, делегировали и сказали, что если ты здесь останешься, мы сделаем из тебя миллионера. Я говорю, ребята, я хочу домой, там, и так далее. Вы не жалеете об этом? Вы знаете, мне очень нравится стихотворение Дементьева. Я очень люблю этого поэта Андрея Дементьева. Никогда не жалейте вдогонку. Знаете, с того, что то, что было, уже невозможно вернуть. Нет, я никогда ни о чем не жалею. Я живу благодарность Богу за сегодняшний день, за сегодняшний... За то, что я просыпаюсь утром, и новый день начинается. И немножко грустно из-за того, что происходит с нами, что мы не уверены. Вы знаете, у меня свое отопление. И я сейчас не уверен, что у меня будет тепло. Потому что я не уверен, будет ли газ. И почему так происходит? Я вот это... Знаете, какой вопрос? А вот холод противопоказан оперному певцу? То есть вам надо горло укрывать, вот это все как-то там... Вы знаете... Шарфиками заматывать там. Я вам хочу сказать, что если 15 градусов в зале, петь нельзя. Нельзя, да? И даже по профсоюзным, там, певецам. И всегда мы иногда ездили, когда ездили по Молдове в домах культуры, если холодно. Понимаете, когда человек поет, здесь все краснеет. Все это идет прилив крови. Когда мы занимаемся физкультурой, прилив крови идет в голосовые связки. И если вдохнешь холодный воздух, извините, подвиньтесь, все. И можешь выйти из строя иногда даже навсегда. А были такие в вашей жизни случаи, что вы из строя выходили так? Или бог миловал, да? Нет. Бывали простуды, бывали заболевания. Вот так, знаете, когда хрипит, ну, простуда, да? Но я никогда не выходил в этом состоянии на сцену. Ну, вот столько, значит, дегустатор, который профессиональный, он должен не курить, не пить, не есть острого. Оперный певец тоже, вот, вашего уровня, должен собирать какую-то диету, например, чтобы не есть острую пищу. Вы знаете, даже не моего уровня. Здесь больше нельзя, чем можно. А в чем все должен, например, певец ограничивать? Ну, во-первых, вот посмотрите. Я скажу вам пример. Я еду в Англию петь 30 спектаклей норма по всей Англии. Шотландию и Ирландия, там, северная и южная и так далее. 30 спектаклей, это будет где-то месяца два. Я же должен быть здоровым. То есть, через день поете? Бывало, я даже иногда в Голландии пел паяц неделю каждый день. И у меня просто, вы знаете, интересная конструкция моего организма. Я, чем больше пою, тем лучше звучит. Вот. И, естественно, ты должен, ну, как, сторониться сквозняков, чтобы ты не простудился. Потому что, что за такой простудок? Чуть-чуть насморок там, что-то. И уже начинается, уже не то, не так работает весь аппарат. Ни голова не работает. И поэтому ни острое, ни горячее. Вот я вам хочу сказать, чтобы вы знали, вы очень вкусный кофе делаете, да? Вот горячий кофе нужно пить и находиться дома. Особенно, нет, зимой. Летом это, конечно, не имеет значения. Но если вы выпили их вкусно, хороший кофе, кофе холодный. Есть некоторые, которые пьют холодный. Но если горячее, у вас горло делается вот как ваш галстук. Красное. Вы пойдете к врачу, и вам дадут справку, что вы нетрудоспособен, то есть как певец. И поэтому я старался, например, я пил чай тогда, когда я знал, что часа два я не иду на улицу. Потому что если на улице минус 10, предположим, зимой, выпил горячее, вышел, вдохнул холодный воздух, и все. И ты уже совершенно по-другому... И ледяную воду вам тоже пить нельзя. Идеально. Это смотря как. Вы знаете, по вороте лечился всегда ледяной водой. Я когда участвовал в одном концерте, где он был. В Мэйси Стим? Да. Или на одной сцене? Ну, в одном концерте. А где это было? Это было в город Брещия. Есть такой город. В Италии, да? Концерт давался для детей, которые, ну, без родителей. Бедных детей, голодных, да, в их пользу сдавались. И нас, там были звезды итальянской оперы, мы те, которые мы там сожировали с четверо, мы тоже участвовали в этом концерте. Вот. И я видел, когда он вышел за кулисы, ему дали колбу такую стеклянную, и там была вода со льдом. Потом я узнал, он мне рассказывал, что лед лечит быстрее, чем горячий. Ну, вот американцы жангину мороженым лечат. Если заболело горло, значит... Нет, мороженое невозможно. Вы знаете, если вы простудились, и в самом начале вы возьмете кубик льда и прожиете, вот это действует великолепно. А вот если пить холодное при этом, это, думаю, что... Ну, это как человек привыкает, но, по крайней мере, ты всегда должен быть в форме. Так что вы в Повороте были лично знакомы, с Повороте, да? Ну, да, ну, там я имел честь разговаривать с Повороте, Доминго, Карерас, вот эти тройка Тейнеров, потом была там Мирела Френи, Геуров, это великие певцы. Ну, мы же находились все время в Ласкало, в театре. Наша школа была на пятом ярусе, мы всегда присутствовали на их репетиции, потом встречались в буфете, там, пили чай вместе. Это великие люди, с ними... Я тогда понял, что чем человек талантливее, тем он проще. То есть без показухи... Нет, 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 этого нет, потому что я, когда стал президентом у нас Мирча Снегур, Мирча Ивановича, я ему предложил, я говорю, Мирча Иванович, давайте я вам дам все мои регалии, вот эти вот, и звания, и все, и дайте мне хорошую зарплату, как за рубежом. Потому что там нету званий, там все оценивается по шкале, так сказать. Я один раз просто от нечего делать сидел в гостинице, и был скандал у Повороте, что он пел за рубежом и не привозил валюту в страну. Потому что нужно привезти домой и платить налоги из-за этого. И тогда, почему я об этом говорю, потому что тогда началась в газете шумиха, сколько он получает. Я когда посчитал, за месяц он зарабатывал столько, сколько я с молодости до пенсии не получал бы за все годы. Он за месяц это зарабатывал. Это, понимаете, высокое искусство просто оценивается. Но у них нету заслуженного, народного, у них есть имя. Имя, которое гремит, которое на них работает. А с кем из великих вот таких певцов вы тоже так общались? Ну, Мария Беш, это само собой, вы с ним пели вместе. А с кем вот еще вот в соседних странах там? Ну, вы знаете, ну, с Образцовой, я вам говорил, с Богачевой в Санкт-Петербурге. Народная артистка с Ирсалийской была. Потом были, я пел в Венгрии там с великолепными певицами, там певцами. Ну, в Румынии все были и Хороштяну, Великий. Можете представить Помпей Хороштяну, мой друг, Царство Монебесное. Он закончил консерваторию, первый его дебют был в Бонне. Настолько уровень там совершенно другой. Ну, я, трудно мне сейчас, и Женю Нестеренко, но это он, в то время, когда я там сажировался, он пел Ласкало Филиппа в Дон Карлосе, то есть ведущую партию. Потом мы дружили, они приезжали сюда. Ну, это была жизнь, вы знаете, это была жизнь. Интересная. Это была жизнь интересная, посвященная искусству, и искусство, которое было востребовано. У нас не надо бояться, почему-то у нас все боятся, особенно в последнее время, говорить правду. Понимаете, сейчас вот у нас сложнее стало, чем в то время, когда было КГБ. Сейчас, не дай Бог, что-нибудь сказать, чтобы никого-то не обидеть. Но сейчас это искусство, великое искусство, никому не нужно. Что вы считаете, что не может опера умереть вообще-то? Такого же не может быть. Ну, в Кишиневе оно уже так дышит на ладан уже давно. А как не умереть? Вы знаете, когда мы работали в театре, да, когда было 4 спектакля в неделю, 4-5. Когда делали по 3-4 премьеры в год. Сейчас, пойдите, посмотрите на афишу, сейчас ничего нету. Да, сейчас реже. И нету никаких премьер, потому что нету, потому что нету. Вы знаете, хотят или не хотят. Но в то время во всех отчетах был оперный театр, филармония, концертные залы, сколько публики. Какое-то вот такое, кто-то обращал внимание на это? Как вы думаете, филармонию восстановят? При моей жизни, думаю, нет. Потому что, вы знаете, я думал, что после этой трагедии, эта трагедия для культуры, что произошло, я думал, что сразу же начнут что-то предпринимать. Или в этом каркасе что-то придумать. Есть в мире. Или это все снести. И вы знаете, я не знаю, знаете ли вы, нет, но музей истории, который построили заново по старым схемам. Это реплика. Да, да, да. Но они не стали ремонтировать старые. Они это все снесли. И оказалось, что все эти проекты сохранились. И по этим старым проектам построили новое здание. И слава богу, что оно есть. Слава богу, что, ну, вы знаете, если я вам скажу, когда я приехал в Чечнево, не было дома правительства, там был монастырь. Ну да. Из этого монастыря через арку ходили в собор назад. Потом через некоторое время на площади продавали, стояли эти телеги в ряд и продавали с бочками. И крестьяне продавали вино. И на стакан, и на бутылку, и как хочешь. Если так попробуешь с конца в конец уже, домой пойдешь по другой стороне улицы. А вы любите красное вино или белое? Что больше? Вы знаете, я, наверное, странный человек. Я не могу вам сказать, что я люблю. Потому что я старался не пить. И у меня нет этой потребности. Но мне нравится то, что вкусно. Если хорошее вино, и белое, и красное. Вашу на вкусное было. Но я помню, вы знаете, мне нравилось, мой дед делал вино. Я только тогда знал, что дед делает вино для себя и на продажу. И вы знаете, это очень простая техника. Что значит делать на себя? Вот дробят виноград, дробилку, и оставляют на сутки. То, что течет само по себе, это для себя. А то, что давится уже совсем этим, это на продажу. И вот то, что для себя, это, конечно, совершенно другое. Я как-то к этому так, знаете, ну, иногда, ну, очень редко, очень редко, очень редко выпью стакан вина. Но, естественно, если хорошее, настоящее, натуральное. Сделать для себя. Для себя, да. Значит, должно быть хорошее искусство, хорошее, все должно быть хорошее. Вкусное, вкусное кофе, вкусное кофе, вкусное вино. Нет, культура должна быть. Я считаю, что вы правы, что сейчас недостаток культуры. Вы знаете... Я думаю, это временно все-таки. Вы знаете, я хочу вам сказать, что без культуры невозможно вырастить хорошие яблоки. Без культуры невозможно, чтобы были взаимоотношения экономические. Там должна быть культура. Потому что, если нет культуры, это называется... Ну, не хочу назвать и так далее. Культура должна быть везде. И, к сожалению, у нас на этом не обращают внимания. И очень умно кто-то сказал, что должна быть культура, образование и медицина. Эти три, так сказать, кита, на котором держится нормальное развивающееся общество. Без этого не бывает жизни, без культуры. Тем более, без культуры, без будущего, потому что школа – это будущее страны. И, естественно, без здоровых людей. Тем более, сейчас мы имеем этот период чумы. Это чума 21 века, я считаю. Но я надеюсь еще раз, что опера никогда не исчезнет. Я хочу в это верить. Она не исчезнет. Она может превратиться в разные... Сейчас, вы знаете, делают мюзиклы, делают... Но все равно, кроме мюзиклов, всегда есть, будем говорить, высокое искусство. А опера – это высокое искусство. Ну что ж, на этом мы закончим. Дай Бог, с вашими словами. Я хочу в это верить. Да. Михаил Иванович, большое вам спасибо. А вам, дорогие друзья, спасибо, что нас смотрели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова